получил еще один заказ от того же часового мастера мне нужно будет сделать также несколько таких подставок двусторонних но это несколько еще односторонних то есть на этом примере я хочу показать двустороннее фрезерование я благодарю всем за комментарии и советы которые получил предыдущему видео почитал еще инструкции разработчиков программного обеспечения которые использую как правильно делать и попробую это применить на практике в качестве материала буду использовать ясень смысл этого двустороннего фрезерования заключается в том что по нулевой оси X делаются фрезой отверстия и в которые вставляются штыри поэтому при перевороте лицевая и обратная часть должны точно совпадать как нижняя так и лицевая стороны объекта фрезерования расположены точно по оси X поэтому при перевороте это позволит точно позиционировать лицевую и обратную сторону для фрезерования вот сейчас сверлом длинным сверлом диаметром 4 миллиметра сделаю два отверстия по шканты отфрезерую дно затем переверну и отфрезерую лицевую часть в качестве шкантов буду использовать старые фрезы диаметром 4 миллиметра они как раз подойдут по диаметру и зафиксируют в нужном положении но сейчас мне это не нужно буду делать когда переверну нижняя сторона тарелочек сделана как вы могли заметить фрезерую два прохода толщина последнего снятия всего 0,2 миллиметра для того чтобы получить более гладкую поверхность потому что потом вручную шлифовать торцевые поверхности очень проблематично теперь снимаем заготовку и переворачиваем вдоль оси X переворачиваю заготовку вставляю фрезы 4 миллиметра попадая в те отверстия которые были сделаны делаю все в первый раз поэтому вот вроде бы зафиксировал и фиксирую также заготовку шурупами я думаю шканты сейчас можно уже снять и фрезеруем лицевую часть вставляю одну в другую шканты сейчас вставляю тарелочки все вставляю одну в другую все тарелочки готовы вот вставляю одну в другую кручу но мне кажется совпадение практически идеальные можно дальше обрабатывать эти тарелочки но сначала еще сделаю на остатки материала второй тип тарелочек которые заказал это же мастер нужно признать что это действительно хороший точный метод как их ни крути совпадение совпадение очень точное осталось убрать перемышки ошлифовать немного и покрасить вот что получилось после покраски и вполне даже очень неплохое совпадение видно что края очень ровные а и и и и Продолжение следует...